Едем с вами дальше, друзья. Когда мы проделали это движение, мы должны с вами почувствовать определенное растяжение, как раз-таки, со стороны спины, восходящее кверху. То есть, мы здесь работаем с вами как с квадратной мышцей поясницы, так и с зоной боков со стороны спины. Дальше я бы хотела, чтобы мы с вами проделали движение, которое будет укреплять эту часть тела и дополнительно вытягивать, выстраивая как раз-таки каркас правильный, верный, который будет сглаживать очень выпуклые, так скажем, части тела со стороны спины. Посмотрите, очень правильно нужно распределить зону нагрузки на эти мышцы. Во-первых, нужно их, конечно, потренировать, но учтите то, что бесконечное закачивание пресса в тренажерном зале или бесконечное повторение очень жестких виньяз в классе йоги не дадут вам нужного результата без локального растяжения и снятия перенапряжения этой части тела. Потому как если мышцы слишком сильно напряжены, они укорачиваются и утолщаются, то есть эта часть тела будет сплющена и немножечко более выпукла наружу. Поэтому нам нужно с вами тренировать силу и тренировать растяжение. Здесь скорее я бы поставила в приоритет именно растяжение, потому как напряжение и пассивное напряжение накладываются на эту зону в течение всего дня, в течение всей нашей жизни. А вот грамотное растяжение мы можем создать только собственными усилиями. Итак, следующее движение, которое мы с вами попробуем сделать, очень интересное. Я очень люблю его практиковать на своих классах по йогатерапии. Все студенты, когда вынуждены повторять за мной это движение, очень много нового для себя открывают. Почему? Потому что кажется, что оно очень простое, буквально элементарное, но, как выяснять, достаточно сложное. И как раз-таки собака зарыта именно в зоне поясницы и квадратной мышцы поясницы. И особенно в зоне удлиненности боков. Что нам нужно? Мы с вами выполнили положение сидя на коленях. Вот такое движение. Мы сделаем два варианта этого движения для того, чтобы вы научились действовать в различной степени сложности. Первая степень сложности, я думаю, что она вам должна поддастся. Ладошки мы с вами располагаем на бедрах, там где удобно, кому-то ближе к коленям, кому-то ближе к бедрам. И делаем с вами следующее движение. Мы мягко, аккуратно, за счет напряжения и силы мышц, переносим таз, буквально скользим тазом по ягодицам и пересаживаем его в ту или иную сторону на пол. Например, переносим таз и пересаживаем его влево. Ну, влево с моей точки зрения, так как я сейчас выполняю это движение перед вами. Дальше, через центр. Здесь очень важно встать, да, и постараться сохранить корпус прямой. Через центр мы с вами вернулись и продолжили движение вправо, очень мягко и аккуратно. Все, что там скрипит, это пусть скрипит, это нормально, это перекатываются косточки лично моей стопы. Я думаю, что у вас, может быть, и не возникнет таких звуков, но если возникнет, не переживайте, это нормально. Опять, через центр мы с вами мягко, аккуратно вытягиваемся вниз. Очень здесь хорошо работает, зона как раз бока. Это та таргет-зон, которую мы с вами выделили буквально, вычленили и ее конкретно проминаем. Через центр, очень аккуратно, мягко, вправо. Пугают у вас звуки, нет, мои стопы? Обычно в классе они начинают людей пугать. Что это, меня все спрашивают? Я говорю, это кости, мои стопы гремят, потому что я уже старенькая становлюсь. Ну и, конечно, все начинают надо мной смеяться. Через центр влево, через центр вправо. Друзья, посмотрите, самую основную распространенную ошибку, которую делает человек. Пытаясь встать из этого положения, перенося движение через центр в другую сторону, многие делают вот такое движение, покачивающее, то есть за счет вытяжения себя в противоположную сторону дотягивают бедро. Сделайте так на первом этапе вашей практики, потому что это тяжело. Движение сложное, но локального характера. Оно выглядит просто, но на самом деле оно действительно сложное. Поэтому для того, чтобы правильно проработать эти зоны, вам потребуется время и потребуется очень четкое разграничение особенностей работы собственного тела. Поэтому делайте эти движения так, как вам удобно сначала, но потом старайтесь все больше центрировать и нейтрализовать корпус. То есть все движения должны происходить до центра и в сторону. До центра и в сторону, а корпус должен находиться в центре. Но это движение я бы рекомендовала делать много раз, 20 с каждой стороны. Для того, чтобы вас сейчас не утомлять своим прекрасным 20-минутным или 20-движенческим экзерсисом, я предложу вам вариант более сложный, потому что вы в любом случае будете апгрейдить свою практику и двигаться дальше. Для более сложного варианта мы сделаем с вами следующее. Можно перенести руки, сжатые в кулаки, вперед, вот таким образом. Можно просто перецепить ладошки вперед. Но, что очень важно, руки должны быть вытянуты, вот так. И расположение всех суставов должно быть на единой линии параллельной полу. И плечи не сворачивайте внутрь, чтобы у вас не было вот такого округления грудного отдела. Вот такое движение. Мы с вами вытянулись в сторону, вернулись через центр, мягко проскользили пяточками по ягодицам или ягодицами по пяткам, и вернулись в другую сторону. Опять еще разочек. Через центр вниз. Через центр вниз. Доделаем еще. Старайтесь следить за руками, за корпусом, за его стабильностью и за длительным вытяжением правой и левой стороны спины и растяжением той или иной части квадратной мышцы поясницы. Той или иной части имеется в виду правая и левая. Доделаем. Хорошо. Вернемся в центр. Ну и теперь следующий момент, когда вам нужно дотянуть действительно вот эту зону. Поверьте, вы начнете ловить кайф от того, когда вы научитесь правильно вычленять каждую мышцу вашего тела и уметь ее зажечь. То есть сделать так, чтобы она проработалась отдельно от всего корпуса. Вот это как раз, наверное, та ситуация, которая и предписана во всех трактатах по йоге, когда мы должны объединить несопоставимые, на первый взгляд, вещи и научиться использовать свое тело по частям, так, чтобы потом каждая часть пела как единое целое. Ну давайте попробуем с вами это сделать. Мы протренировали сейчас эти зоны. Я надеюсь, что вы все-таки сделаете по 20-30 раз с каждой стороны. Да? Вы с вами договорились? Отлично. И мы с вами движемся дальше. Дальше я предложу вам такую фиксацию небольшую, когда мы будем переходить в сторону и зависнем над полом. Я надеюсь, вам сейчас хорошо видно. При этом я специально для того, чтобы держать баланс и для того, чтобы зафиксировать тело в более вытянутой линии, чуть-чуть увела корпус вправо. При этом у меня идет в очень сильном статичном напряжении вся боковая поверхность туловища и внутренняя, и средняя линия, и задняя линия. Если вы сейчас прочувствуете вместе со мной это движение и потрогаете свои мышцы, это надо делать, то почувствуете, ой-ой-ой, какое напряжение. Но плюс ко всему работает мышца бедра и ягодицы. Еще небольшой такой бонус для этого момента. Мы вернемся аккуратно в центр. И вот теперь сравните свою левую часть с правой. Они разные. Потому что левая часть сейчас более проработанная, она более напряженная и более чувствительная. Правая чуть менее чувствительная. Давайте ее доработаем. Мы пойдем вправо и зависим буквально на несколько миллиметров от пола. Удлиним корпус. Ребята, самое главное, помните, пожалуйста, мы не сворачиваем корпус внутрь. Мы удлиняемся вверх, так, чтобы быть в параллельной опоре. Вот я недаром села около стены, чтобы быть в параллельной этой стене. Проверим, насколько напряженная у нас зона боковой поверхности туловища. Ой, она напряженная. Да, очень хорошо напряженная. Мы удлинили, мы прошли с вами туда, в самую-самую глубь туловища. Зафиксировали спину и вернулись в центр. Хорошо. Если вы почувствуете, что вам нужно здесь снять напряжение, то поделайте несколько движений вот такого характера. Давайте я к вам развернусь боком. Вот такого характера. Мягко округлите поясницу и мягко вытянитесь вверх. Вот здесь как раз работает квадратная мышца поясницы. Здесь она растягивается. Здесь она сокращается. Пожалуйста, не делайте акцент на сокращение. Она и так достаточно спазмирована часто. Сделайте скорее акцент на растяжении, на расслаблении. Вернемся в центр и продолжим дальше наше с вами движение. Следующим моментом, когда мы уже с вами протренировали эту зону, было бы замечательно добавить небольшую статично напрягающую нагрузку, то есть протренировать мышечный слой этой зоны. Сейчас мы скорее больше растянули и при этом при растяжении дали определенное напряжение. Сейчас мы тренируем чисто силовой формат этого движения. Что бы я хотела, чтобы мы с вами сделали? Вытянемся вот таким образом. Сядем на левое бедро, например. Вытянем ножки вперед. Носочки можно направить на себя, для того, чтобы мышцы бедер были достаточно напряженные. Левую ладошку упираемся в пол. При этом, смотрите, ребят, не заваливаемся в сторону. Фиксируемся плотно, четко. Отталкиваемся от пола. Посмотрите, на протяжении всех этих движений. Ваша спина длинная. Бедра удалены от ребер. Если вы этого не сделаете, вы не сможете просто отделить те мышцы, с которыми нужно работать. И попробуем сделать следующее. Мы натянем с вами носочки теперь вперед. Пойдем верхней ногой вверх. До уровня. Ну, параллельно или чуть выше пола. В зависимости от того, как вы можете себе это позволить. Напрягли. Положение ног. Зафиксировали. Вот здесь у нас сократилась зона рабочая. Мы напрягли эту часть тела со стороны спины. Чтобы добавить движение в спину, чуть уведем ножку назад. И переведем параллельно полу чуть вперед. Можно ладонь опустить на свое колено. Так, чтобы она не мешалась. Уходим назад. Держим, ребята, уровень. Самое главное. И мягко, аккуратно вперед. Ой-ой-ой, как там все хорошо работает. У вас тоже? У меня хорошо. Вот благодаря вам я тоже свои бока немножко подкорректирую. Потому что я все-таки женщина рожавшая. У меня тоже есть этот момент. Мягко еще разок повторим. Назад. И аккуратно. Вперед. Ребята, если вы следили внимательно, левую ногу опорную я не расслабляла. Опустимся вниз. Сделаем коленочки к себе поближе. И растянем эту зону. Вот таким образом. Но это такой небольшой вариант из позы русалки. Скорее, больше такого практического характера именно для этого движения. Вернемся в центр. Хорошо бы здесь, друзья, как продвинутым йогинам. Вместо того, чтобы встать и перенести вес тела на другую сторону, встать вот так и перенести вес тела вот так на другую сторону. Я надеюсь, вы последовали моему примеру. На другую ножку мы с вами присели. Натянули носочки сначала на себя, для того, чтобы стабилизировать бедра. Правая ладошка, оттолкнулись от пола. Удлинили корпус. Это очень важно. Плечики раскрыли. Левую ножку и правую носочками натянули вперед. И будем двигаться вверх. Для начала выстроим положение ноги. Посмотрите, здесь очень важно не разворачивать бедро в суставе. То есть колено смотрит вперед. Колено смотрит не вверх, но смотрит вперед. Ладошку можно положить на ногу. И движемся сначала назад. И через центр. Вперед. Аккуратно. Мягко. Назад. Вот боком движение, да? Ой-ой-ой. Вперед. Хорошие какие движения. Назад. Ты еще и ноги тренируешь? Вперед. Но о ногах мы с вами поговорим отдельно. И еще раз вот доделаем. Назад. Ой, чуть не упала. Вперед. Вернемся в центр. Опустим ладошку. Колени к себе поближе. И дорастянем корпус. Здесь можно даже опуститься на локоть. Если вам это удобнее, можно сделать такое движение. Здесь, конечно, оптимально будет потренировать еще движение перекаты с вытянутыми руками. Надо так, чтобы добить, так скажем, эту зону. Вот так. Я вам напомнила на всякий случай. И немножко зависнуть над полом в одну сторону и во вторую. Прекрасно. Ну и для того, чтобы проверить силу вашей зоны спины, боковой поверхности, квадратной мышцы поясницы и внутренней поверхности брюшной полости, предложу еще одно движение, которое тоже тренирует эту часть тела. Очень хорошо, очень удобно и комфортно. И нам с вами оно, конечно же, полезно. Сделаем мы следующее. Мы будем вытягиваться вверх, мягко отталкиваясь левой ладошкой, в данном случае, от пола. Посмотрите, пальцы смотрят вперед. Можно, конечно, расположить подойдем так, но это будет более травмирующий момент для лочно-опясных суставов, особенно для тех, у кого гипермобильность суставов. Поэтому я бы рекомендовала вот такое, скорее, больше положение. Что мы будем с вами делать? Стопы я предложу вам для начала поставить одна за одной, вот так. То есть одну на одну, это уже более сложный вариант. Одну за одной пока поставим. Мы будем с вами вытягиваться вверх, растягивая корпус. Помните, да, о чем мы с вами говорим? Вот она эта зона, она сейчас очень хорошо работает. Вытягиваемся в их пол. И будем опускаться вниз. Немножко рукой уходить внутрь. Это сейчас противоположная сторона работает. Вот она, смотрите, я не кладу бедро на пол пока. Опустим. Сделаем с другой стороны. Это очень хорошая йоговская вья-яма или короткая веньяса, которая очень хорошо прорабатывает локально ваше тело, при этом тонизирует его и работает с мышцами спины. Мышцы спины обычно у женщин слабовато развиты, да? И как раз зона стягивающая, это каркасная, корсетная зона, она требует определенной нагрузки. Ее и даем. Отсюда ножки мы с вами расположили поудобнее. Со вдохом аккуратно вытянулись вверх, руками потянулись внутрь. Длинное туловище. Ребята, не разворачивайтесь наружу. Будьте параллельны вертикальной опоре. С выдохом мягко вниз и увели надушку внутрь. Удержим пока туловище. Вот здесь работает у нас напряжение. Опустимся аккуратно вниз. И хорошо бы, конечно, доделать вот это. А заметьте, сейчас у вас наверняка уже лучше будет двигаться корпус, да? Здесь уже не будет таких длинных ощущений. И таких, знаете, бух-бух перекатов. Я думаю, что вы сейчас будете чувствовать себя уже значительно мягче, значительно подвижнее в этой зоне. Хорошо. Ну и если нужно, опять-таки мы можем с вами доделать вариации по растяжению этой части тела. И по сокращению. Для того, чтобы понять, насколько сильно мы затренировали эту зону. Потому что все движения, которые я вам показываю, конечно, я показываю скорее в единичном исполнении. Вам требуются для нагрузки, но в 5-10-кратном исполнении. Не потому что вы плохие, я вот так хочу вас замучить, а потому что это даст определенный эффект. Только, друзья, пожалуйста, не воспринимайте это как поход в фитнес-зал. Это не работа на количество. Это скорее прочувствование качества и эффективности работы в каждом движении. Пусть оно будет сокращено по количеству, но качество будет оставаться на прежнем уровне. То есть вы должны чувствовать оптимально, вы должны контролировать движение тела. И, конечно же, понимать степень развития нагрузки, эластичности, подвижности, мобильности, или наоборот, жесткости и статичности той зоны, с которой вы работаете. Продолжение следует...